Как известно, по инициативе главы государства 6 октября в стране пройдет республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. В этой связи в Жамбылской области активизированы мероприятия по разъяснению задач референдума и важности строительства АЭС в Казахстане. Очередная такая встреча состоялась в селе Тулебеевшуком районном филиале партии Аманат. В мероприятии приняли участие председатель Жамбылского областного совета ветеранов Еркинбек Султыбаев, ректор Тарасского международного инновационного института Махмедкали Сарабеков и другие известные в Жамбылской области государственные общественные деятели, которые в ходе встречи акцентировали внимание на том, что атомная энергетика – это путь к стабильному и устойчивому развитию нашей страны. Строительство АЭС позволит не только обеспечить энергетическую независимость Казахстана, но и значительно сократить выбросы углекислого газа, что позитивно отразится на экологии. Сегодня мы приехали в Шусский район на встречу с ветеранами. С ними мы говорили о предстоящем референдуме. Он пройдет в это воскресенье 6 октября. Жители на нем решат, быть или не быть АЭС в Казахстане. Говорили и о том, как к этому относится население. Я отмечу, что я был в составе делегации, которая посетила стройку АЭС в Турции. Казахстан, обладая значительными запасами урана, может использовать свои ресурсы с максимальной пользой, обеспечивая энергетическую независимость и стабильное развитие экономики. Строительство АЭС открывает новые возможности для создания рабочих мест, привлечения инвестиций и развития научных исследований. Это важный проект, который станет основой для дальнейшего прогресса нашей страны и обеспечения стабильного и экологически чистого энергоснабжения на десятилетия вперед. Как вы знаете, глава государства объявил о проведении референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Он пройдет в воскресенье 6 октября текущего года. Однако не все государства проводят пребесцит. К примеру, наши соседи узбекистанцы сразу приступили к строительству АЭС. А у нас учитывают мнение населения. АЭС обеспечивает надежный и стабильный источник энергии, который не зависит от погодных условий и колебаний цен на топливо. В условиях, когда спрос на электроэнергию растет с каждым годом, атомная энергетика помогает удовлетворить потребности как в быту, так и в промышленности. В завершении участники встречи призвали каждого гражданина принять участие в референдуме, так как будущее страны зависит от нашего выбора. Наимбек Багбанов, Зумаган Чихаев, Айкан Акварад.